Вежливость Вежливость Глава седьмая. Джури Через две недели все письма были разосланы. На китайском, доминиканском и русском хостингах созданы страницы, куда записывалось все, что попадало в поле зрения айфонс. И наши друзья были защищены от посягательства на их приоритет и на их свободу. В России об идее каким-то невероятным образом узнал Владимир Жириновский. Он позвонил Диме и выразил свое страстное желание устроить хороший политический скандал и просил Диму натравить на себя американские спецслужбы. Более того, уже где-то успел упомянуть о Диме и его друзьях, и в газете «Коммерсант» появилась статья об экспериментах американских ученых узнать прошлое, расшифровывая космические излучения. В России происходит странное явление. При слове «американские» все млеют и издаются в плен дядюшке Сэму. У Димы уже сформировалась аллергия к подобным явлениям, и он испытывал что-то похожее на ощущение предательства со стороны русских, критикующих свое отечество под влиянием блеска дешевой рекламы. После завершения защитных мероприятий друзья вновь собрались вместе и обсудили планы действий. Для того, чтобы воспользоваться телескопом «Хаббл», необходимо, чтобы кто-нибудь из нас, объявила Сузи, отправился в космос с тем, чтобы должным образом подсоединить специальное регистрирующее высокочастоительное устройство. Мы сможем произвести испытания и без телескопа, воспользовавшись отражением от Марса или Венеры. В этом случае можно рассматривать события, происшедшие 10-15 минут назад. Это не представит практической ценности, однако подтвердит идею. «Устройство регистрации можно изготовить в исследовательской лаборатории в Нью-Джерси», — сказал Иисус. «Там работает мой земляк из Доминиканской республики». Он произвел примерную оценку и сказал, что все будет стоить 30 тысяч долларов. Для изготовления устройства понадобится вознаграждение, для тех, от кого зависит снабжение компонентами, производство монтажа и настройки. Все это будет делаться нелегально. «Если делать все официально, то общая стоимость превысит 500 тысяч долларов». «У меня сейчас есть 5 тысяч долларов, и через год будет еще 10», — размышлял Дима. «Я могу дать пока 7 тысяч», — сказал Иисус. «А я 8», — сказала Сузи. «Проект продвигался не так быстро, как хотелось. Друзья расстались с надеждой найти возможности для ускорения осуществления их идеи. Каждый отправился по своим делам. Дима сегодня должен быть на работе в 11 вечера. Рональд, которого он должен был сменить, просил его прийти хотя бы на полчаса раньше. Дима всегда шел на встречу своим сотрудникам. Ему доставляло удовольствие оказывать любезность людям, ничего не требуя взамен. Это всех удивляло и настораживало на первых порах. Затем все пришли к выводу, что Дима чудак. Было 6 часов вечера, и он подумал, что у него достаточно времени для того, чтобы отклониться от обычного маршрута. Дима это проделал всегда на протяжении последних двух лет. Его целью было увидеть Джури Милани, девушку неземной красоты. Знал он о ней немного, только то, что ему сказали Сузи и Иисус. Каждый из них были с ней на некоторых занятиях в колледже. Вы знаете, что в американских колледжах нет студенческих групп. Каждый студент, в зависимости от его специализации, имеет индивидуальное расписание. Иногда студенты присутствуют на совместных занятиях разных годов обучения. Дима посещал с ней вместе занятия по испанскому языку два года назад. Их знакомство ограничилось тем, что они здоровались. При встрече она ему улыбалась и в смущении опускала глаза. Это было настолько трогательно, что ему становилось тепло, а в сердце ощущалось сладостное томление. Его друзья ему сообщили, что родители джури Милани эмигрировали в США в 1979 году из Ирана во время Исламской революции. У них не было другого выхода, так как оба работали в Министерстве культуры, которое было под покровительством жены шаха империатрицы Фарах Пехлеви. Родители джури Милани были из клана Бахарлу. По профессии оба музыканты. Отец сейчас был дирижером симфонического оркестра в Нью-Йоркской филармонии. А мать в этом оркестре играет на арфе уже 30 лет. До их приезда в Нью-Йорк в филармонии на этом инструменте никто не играл. Дима иногда встречал джури в метро, когда она возвращалась домой после занятий. Последние четыре месяца Дима ее ни разу не видел. Выйдя на 68-й улице, Дима подошел к киоску купить газету. И вдруг он услышал приятный голос. «Дима!» Он обернулся. Это была джури. «Здравствуй, джури!» «Здравствуй, Дима!» «Я так рада тебя видеть!» «Что ты здесь делаешь?» «Ищу тебя!» «Правда!» «Я всегда так хотела с тобой поговорить!» «Но ты всегда был со своей милой собачкой Сорбонной!» «Мне она очень нравилась!» «Я всегда хотел ее погладить!» «Однажды я попыталась!» «Она на меня так сердито посмотрела, что я не посмела!» «Надо было сказать мне, она была такой послушной, ее уже нет в живых!» «Что ты говоришь?» «Для меня это тяжелая утрата!» «Она для меня много значила!» «Была мне как мать, но, увы, ей было уже 22 года!» «Собаки долго не живут!» «Для меня, Дима, это так неожиданно!» «Все студенты колледжа любили Сорбонну!» «Вы стали его символом!» «Я даже не знаю, как тебя утешить!» «Я знаю!» «Я стану твоей женой!» «Я давно заметила, как ты на меня смотришь!» «Ты такой скромный, честный!» «Я тебя давно не видела!» «Ты все это время искал со мной встречи!» «А я все ждала!» «И вот, наконец, ты со мной!» «Я люблю тебя, Джури!» «Дима смотрел в нее глаза!» «Какая открытая, бесхитростная душа!» «Сколько дружелюбия!» «Правдивости!» «Какая нежность во взгляде!» «Какая красота!» «Если смотреть на нее, то трудно оторвать глаза!» «Она все время меняется, сверкая непрорывной гаммой прелестных превращений!» «Трудно поверить!» «Что такое возможно наяву?» «Дима невольно взял себя за руку!» «Нет, не сон!» «Дима спросил!» «Скажи, Джури, это сон?» «Нет, милый, это судьба!» «Поехали ко мне домой!» «Я познакомлю тебя с моим отцом!» «Сейчас половина седьмого!» «Мне нужно быть на работе в половину одиннадцатого!» «У нас достаточно времени!» «Они взяли такси и, воспользовавшись тоннелем Беттери по хайвею, через тридцать минут были у Димы на квартире!» «Ни отца, ни Александра Владимировна не было дома!» «Дима испытал трудно переносимый прилив нежности!» «Они сели на диван!» «Дима взял Джури руку и поцеловал!» «Как жаль, Дима, что я еще не жена тебе!» «Я думаю, что нам можно целовать друг друга только в щеки!» «Я люблю тебя, Дима!» «Дыхание друг друга и полноту счастья, полностью поглощающего их прекрасные целомудренные души!» «Затем они сидели, не говоря ни слова, смотря друг другу в глаза, наслаждаясь приятным теплом любви!» «Отец и Александра Владимировна пришли минут через двадцать!» «Все вместе испытали искреннюю радость!» «Такие радостные минуты случаются не так часто, зато согревают всю жизнь!» «Хоразит о том, что...» «Все вместе с ним!» «Э double поцеловал C.N.N.» «Он этот дача, верно!» «Ал, какой день!» «Он обжал!» «Все вместе с ним!» «Он или в два времени!» «Он обжал!» Субтитры создавал DimaTorzok